Земля у нас в собственности, у нашей компании. Соответственно, навязать нам какие-то обременения, либо предложить, никто не имеет права, и это как бы незыблемо, это постулат. Другое дело, что прежде чем начать строить на этой территории, мы разрабатывали проект планировки территории. То есть по заданию администрации это есть законодательно необходимая процедура, потому что этим проектом планировки предусматриваются как раз те необходимые здания, сооружения, социальные учреждения, парковки и все прочее, что необходимо для нормальной жизнедеятельности и функционирования этого района. Понятно, что у города денег нет, как всегда, мы взяли на себя эту функцию, но это стандартная практика, для этого никаких договоров не надо, все застройщики это делают. И разработали проект планировки территории, который предусматривает в микрорайоне Верезина-1, про который мы сейчас говорим, где многоэтажная застройка, потому что он состоит из Верезина-1 и Верезина-2. Предусматривает строительство трех детских садов в целом, школы, ну и куча всяких вспомогательных дел, которые в общем-то не вызывают сегодня проблематики, потому что это объект бизнеса, это очень быстро появляются. Всякие там магазины, соцкульбы, отелье, парикмахерские, это не проблема, это уже сегодня так или иначе как-то возникает, потому что это малый бизнес, он реагирует гораздо более оперативно на подобные вещи. Было бы помещение, а клиент найдется. Поэтому договоров, конечно же, у нас никаких не было. Есть площадка, сформированная участок под детский сад первый, есть под школу, но это приоритет деятельности администрации, потому что все это находится на муниципальной земле. Более того, я знаю, что они занимаются достаточно активно. По детскому саду, опять же, при нашей помощи был выкуплен проект, который сегодня есть, он привязан к местности. Осуществлены какие-то первые процедуры, которые необходимы, по-моему, даже теплотрассу провели в рамках этого, еще что-то. Ну и дальше все застряло, потому что, насколько я понимаю, программа, в которую пытались войти для строительства этого детского сада, дала какой-то сбой на самом верху или так далее. Вместе с тем, необходимость строительства детского сада, она существует, все это понимают. Причем сегодня не столь остро, уж поверьте моему опыту, но спасибо гражданам, они молодцы, они своевременно начали реагировать, потому что не попросишь сейчас, не будет и через пять лет. И как бы я знаю, что я недавно общался с главой, у него была целая делегация у Андрея Саниславовича, жителей, и там они как-то детально все это обсуждали, и он как бы пообещал озадачиться этой проблемой. Ну, надо сказать, что он и в общем-то и не отказывал. Вот, проблема вся в безденежье, ну, как бы, так или иначе, эта проблема будет решаться, потому что все понимают, что через некоторый небольшой промежуток времени она уже будет стоять достаточно остро для данной территории. Что касается школы, ну, то же самое есть федеральная программа, вы знаете, да, премьер-министр, президент, все объявили о том, что несмотря на то, что все достаточно тяжело, деньги на это будут выделяться для территории в полном объеме, она предусматривает там софинансирование федерации, субъект и муниципалитет. Насколько я знаю, администрация сегодня готовит заявку вот по Верезино, по школе, достаточно активно, потому что мы опять собирались по этому поводу. Речь идет о том, что нужно найти проект, который повторного применения входит в специальный каталог. Естественно, как бы в бюджете деньги на это не предусмотрены, мы тоже от себя пообещали участие, в общем говоря, проект такой мы предоставим, как только он появится, подходящий для нашей территории. А дальше там технические моменты, то есть формируется заявка от муниципалитета, она поступает в область, а область делает свои соответствующие движения, она поступает в федерацию. Ну, и даст Бог, все будет так. Что касается садика, будет ли там все финансирование, будут ли какие-то ваши средства помимо проекта? Мы уже вложили туда достаточно денег, потому что, ну, во-первых, мы пришли в этот микрорайон, там же было чистое поле и зайцы бегали. Сегодня там есть коммуникации, это огромные деньги, которые если бы везти только для садика, ну, это было бы еще два садика плюсом. Там есть дороги, там есть достаточно развитая инфраструктура, мы, как бы, возьмем на себя обязательство все подъездные пути дополнительно сделать, потому что это в рамках всего микрорайона, как бы, нам бы все равно, я думаю, пришлось сделать, и это нормально. Ну, то есть, дорога-дублер, которую мы практически закончили, вы, наверное, спросите еще о ней, она, извините, так между делом 80 миллионов стоит. Причем это общегородского значения магистрали мы не должны были, по идее, делать. Ну, учитывая ситуацию, которую есть, мы сделали, и ни с кого же компенсации за это не просим. Мы для того, чтобы этот детский сад был, я думаю, что миллионов 120 уже потратили. А это его смертная стоимость. Просто, чтобы подойти к возможности освоения данной территории. Больше мы не сможем. Честно, было бы возможность, мы бы еще даже, потому что мы заинтересованы не меньше кого-то. Но сегодня ситуация на рынке, вы знаете, какая. Сегодня я так не до жиру, быть бы живу. Кстати, какая ситуация на рынке? Плохая. Поподробнее можно? Какие главные сложности и трудности? Главные сложности и трудности, что платежеспособность населения падает, несмотря на иные заверения, потери каналом и иным. По факту народ, ну, скажем, нищает. Меняются приоритеты в сторону тушенки, картошки, пачек с солью и так далее. Поэтому жилье, то, что является мечтой для многих граждан, оно отодвигается на какие-то более дальние перспективы, как всегда бывает в подобных ситуациях. Соответственно, я читал аналитику, что 15% падения спроса на самом деле в два раза. За последние пару лет в два раза падение. Это, естественно, не может не отразиться ни на темпах строительства, ни на качестве, ни на чем-то остальном. Потому что законодательная база сегодня такова, что, как раньше, там какой-нибудь банкир поплачет в телевизор и из Лондона, а потом ржет и говорит, извините, я все ваши деньги украл, но мне за это ничего не быть. Нам невозможно, мы несем ответственность за все. То есть я начал дом строить, полдома купили, а полгода случился кризис, не покупает, а построй весь. А на что никого не волнует? А банки, они не кредитуют строительную отрасль, потому что мы почему-то не подвержены этому. Не знаю, какие у них там банковские дела, они нас не кредитуют.